Мистер Скандал от Аркушанашвили отметил свой 45-й день рождения. О том, сколько звёзд летелось, чтобы поздравить известного журналиста, никаких сюрпризов ждать от него в будущем, расскажет Алина Элиджи. Где там Адайбер, который... Опа! Да, Брис, да, Брис. Чей тут отмечают день рождения, ясно сразу, не перепутаешь. Юбиляра слышно за версту. Мы будем всего до 9 утра здесь, поэтому здесь в моменте... Атар Кушанашвили в честь своего 45-летия закатывает пирушку в кафе. Скромно, но душевно для своих. В Кремлёмском дворце съездов ни один из юбилеев, сколько бы мне ни было, отмечать не буду. Я смешной, колхозного типа, и мне достаточно того, чтобы мне говорят, что любят. А у меня лучшие, ну если не смотреть на их рожи, то это же одухотворённые люди. Одухотворённые люди не скупятся на душевные слова. По просьбе самого Атара ему даже сочиняют хвалебную оду да с матерщинкой. Он будет в порядке, друзья-товарищи. И пусть и те, кто рядом, прыжатся, посмотрят на свои... Спасибо большое тебе. При всей его экспрессии, заносах этих разных, очень на самом деле добрый, душевный, настоящий грузинский мужик. Умён, интеллигентен иногда бывает четверо детей, а семеро... Слушай, я виду, что он упустил семеро. Хочется сказать, что жилая поменьше темперамента, а если он будет поспокойнее, это уже будет не от Аркаджина Швили. Подарки в этот вечер прямо под стать имениннику. Горячие, точнее, горячительные. Атарик сам, который мы пойдем к этому. Также юбиляру вручают целых две майки. Боже, как я не ископал. Причём одна от Рыжего Иванушки с фамилией Дарителя. Он мой поклонник 96-го, с Агутера. Это правда? Правда, почему-то с ошибкой. Фамилия Аполлонов написана с двумя буквами «П». Это знаю, что его отношение ко мне. Я вот сделал такой заказ. Это оригинальная майка прямо из Европы. Весомые подарки тоже будут. Правда, от кого Кушанашвили умалчивает? Ключи от нового места обиталища. Это самое шикарное. В наши дни никто не делает таких подарков. Это, конечно, самый нужный сейчас для моих детей подарок, которые со мной ещё живут. Не обойдётся и без грустной нотки. На праздники телеведущий объявляет, что больше не будет вести партийную зону на МОЗ-ТВ. Атар в конце месяца передаёт борозды правления молодым ведущим. Но я ему желаю в любом случае удачи. И двери канала МОЗ-ТВ всегда для него открыты. Теперь Атарик будет дарить себя зрителю в одной политической передаче. Что ж, серьёзному возрасту серьёзный прогресс. Алина Ильич, Женя Кириченко, Макс Гласов. Про новости.